Итак, добрый день! Хочу вам сегодня рассказать про нюансы установки лифт-комплекта на АКУ. Прежде всего, естественно, надо приобрести АКУ. Если у вас ее не было у меня, лично моя история начиналась непосредственно вообще с квадроколес. Соответственно, АКУ я покупал уже после. Итак, поехали! Непосредственно заказать лифт-комплект можно у Алексея, так называемый АК Таракан. Ссылку я обязательно укажу в описании под видео. Можете посмотреть. Также к лифт-комплекту рекомендую, если у вас также будут стоять квадроколеса, а не разварки, заказать сразу же проставки. Опять-таки, где заказать, чтобы вы не рыскали по всему интернету, я укажу ссылку в описании на доктора Проставкина, который мне изготавливал проставки. Почему рекомендую заказать сразу? Так как вот моя история длилась, собственно, около месяца-полутора, хотя по сути все можно было собрать за 2-3 дня, имея в наличии лифт-комплект и проставки на колеса. Итак, лифт-комплект вам пришел. Что туда входит? Собственно, обязательно укажу, вставлю фотографию в видео, где будет видно, что там входит в комплект. Так, какие же все-таки нюансы возникли непосредственно при установке комплекта на АКУ? Итак, найдет в комплекте тормозной шланг от ВАЗ-2108. По идее, тормозной шланг вот этот должен ставиться вот сюда в разрыв. Вот. Но у меня там все, по ходу, дело закисло, вот в этом месте, поэтому было принято решение ставить новый тормозной шланг в разрыв между штатным и суппортом. Вот в этом месте у него достаточно длинный конец, который пришлось отпилить где-то на сантиметр. И сделал вот так. Соответственно, соединил этот, этот. Но, говорят, еще волговский шланг целиком подходит, без всяких изменений. Также, чтобы установить проставки, проставки там идут с трех шпилек на 4-110 квадроколеса непосредственно, пришлось шпильки АКИ подпиливать. Если вы, допустим, будете устанавливать не квадроколеса, то проставки к вам вообще отношения никакого не имеют. И, скорее всего, вы закажете, или они у вас уже есть, разварки 12-е от АКИ. Разварки также изготавливает Алексей, который изготавливает лифткомплект. Можете все разом у него заказать, это, может быть, даже будет дешевле. Только для этого вам понадобится, соответственно, резина, квадрорезина под 12-е диски. И вот в чем нюанс. На задней балке нужно будет спилить уголок, который я обязательно покажу, вставлю в видео или фотографии о том, где именно непосредственно надо пилить. Потому что при установке лифткомплекта, конкретно пластины, переносящей задние колеса чуть-чуть назад, задние диски 12-е цепляют за балку. Я поначалу подумал, что у меня что-то не так с тормозами, но на самом деле это просто диск прикрутился и вонзился в балку. Вот, когда все подпиливается, собственно, все нормально крутится, не задевая. Алексей об этом в своем видео рассказывал, но я обращаю ваше внимание непосредственно, потому что если у вас, допустим, нет ничего, вот как у меня, да, вы смотрите видео и не обращаете на это внимание. Просто проходит как секунда. А я именно концентрирую ваше внимание на том, с чем вы столкнетесь в итоге. С одной стороны, лично у меня, вот, допустим, тросик ручника, когда я уже тросики ставил, новые и старые тоже, не достает тросик ручника до одного крепления у балки. Но это не у всех так может быть, это лично у меня вот с чем я столкнулся. Значит, с задним бампером. Когда поставил колеса, фотографию обязательно вставлю. Изначально, как все было красиво. И стоило лишь проехать метр вперед, чтобы понять, что задняя подвеска настолько проседает, что задние колеса задевает задний бампер. Был подпилено, вы как можете обратить внимание, там стоят фендеры на автомобиле. Были подпилены и бампер, и фендеры. Я когда смотрел видео других людей, я думал, почему же они все, ну, бампер так сильно запиливают, думают, а там же всего лишь колеса-то двигаются, всего ничего. На самом деле это не так. Так, бампер нужно пилить конкретно. И больше того, на вывешивании, на изломе заднее колесо в любом случае задевает за арку заднюю. Ее я не стал пилить, оставил автомобиль, скажем так, в стандартном состоянии, чтобы можно было, если что, вернуть все назад. При эксплуатации возник такой нюанс. Так как кастрюля воздушного фильтра над двигателем переносится на 10 сантиметров вверх, ну, лифт-комплект, получается, двигатель с мотором коробкой опускается вниз на 10 сантиметров, а кастрюля воздушного фильтра остается на своем месте. И, соответственно, это тоже входит лифт-комплект. Заднее крепление кастрюли, внимание, из-за того, что у меня подушки двигателя немного разбиты, заднее крепление мне перетерло плюсовой провод, идущий на стартер. Вот здесь, где стояло крепление, заднее крепление кастрюли, вот в этом месте можно обратить внимание, если видно, натиралось здесь, и здесь шел плюсовой провод, вот так же видно место. Вот его как раз и перетерло. Я же его перенес вот сюда, вот так вот, и он идет к стартеру. Так гораздо безопаснее. И заднее крепление я полностью убрал. Вот этим тросиком проткнул вот этот такой шланг. Этот я уже новый заменил и поднял его выше от греха подальше. Внимание про отверстие под рулевой вал. Точнее, дырку под рулевой вал. По-другому это не назовешь. Потому что отверстие это то, что делается, соответственно, механическим способом, а дырка это то, что выдалбливается. Это шутка, конечно, такая. Рекомендую заказать также у Алексея рулевой вал, потому что сделано все очень качественно, очень здорово. Но есть нюанс, что рулевая рейка тоже вниз уходит на 10 сантиметров. В кузове нужно в полу выдраконивать дырку и в стенке моторного щита выдраконивать дырку. Выдраконивать это вот по-другому не назовешь, потому что там надо какими-либо способами, либо ломами, либо зубилом выдалбливать примерно по 5 сантиметров. Да, и я при этом залил это пеной, ну, внутри, чтобы в полость вода не попадала. Также будьте внимательны, когда вы будете в коврике, там звукоизоляция, вот это все, будьте внимательны, там идет какой-то провод. К сожалению, не знаю, куда он идет, но он там есть, не перебейте его. Ну, на всякий случай, чтобы просто предупреждены, значит, вооружены. Вот он, тот самый провод, который, я не знаю, куда-то идет под обшивкой. Вот будьте аккуратны, его не зацепите. Обратите внимание, что вал стоит, вот здесь было отверстие, стандартный, я ее закрыл резинкой, там, надеюсь, будет видно. Было стандартное отверстие вот в этом месте. Смещается оно на 5 сантиметров в эту сторону к педали тормоза. С непривычки, когда с газа на тормоз ногу переносишь, задеваешь иногда этот вал, но ничего страшного, привыкаешь. Так же, как Алексей рекомендовал, вот это само удлинение ставится не вниз, а именно кверху, чтобы не мешало как раз педали тормоза. Плюс мне ко всему еще помогал мой дядя, за что ему огромное спасибо. Без него я бы точно абсолютно не справился, одному это делать тяжело. Однако, возможно, все-таки это все сделать на даче. Когда вы устанавливаете этот лифт-комплект, можете обратить внимание, что амортизатор смещается, получается, вот так, на излом вниз. Соответственно, нужно выставлять так называемый угол кастера, чтобы колеса дальше были от, соответственно, от кузова, непосредственно ближе к переднему бамперу. Это нужно для чего? Во-первых, восстановить тот самый угол заводской, который с проставками 10 сантиметров над амортизаторами, компенсировать. И, соответственно, надо будет съездить на сход-развал, чтобы это никуда ничего не вело, и кастер был ровный. Кастер, развал, схождение и так далее. Когда ставятся колеса, вот у меня колеса сейчас, вы можете обратить внимание, 14-е стоят, 175-65-14. Они ни за что нигде не цепляют, однако, если вы ставите квадроколеса, как у меня, 25-го размера, от Yamaha Grizzlies, от Special Edition, они задевают своими протекторами арки. Соответственно, арки вот эти ближе к кузову, снизу, надо застукивать. Застукивать кувалдой конкретно, там сантиметра на два, наверное, чтобы они не терли нигде при ходе работы подвески. Если вы будете ездить на квадр-резине по дорогам общего пользования, конкретно по асфальту, скорость от 40 до 60, это просто турбовинтовой самолет. Все в округе на вас обращают внимание не то, что АК высокая, а до чего она шумная. Внутри это просто отъехать, нереальный. Идет сильный гул от этих колес, и внутри практически невозможно находиться. Вот у меня гражданские колеса стоят, собственно, на них очень комфортно ездить. Зимняя резина без шипов. На них очень комфортно передвигаться по асфальту. И даже не страшно. Однако, вот если вы подумали, что вес колес, да, вот именно 12-й непосредственно, которые такие идут, штатная резина с дисками, и квадроколеса от Ямахи, они прям вот сильно визуально больше, вы правы, они больше, и думаете, наверное, что тяжелее, но это не так. Я обязательно вставлю фотографии сюда, где вы увидите, мы взвешивали эти колеса, значит, передние колеса от Ямахи килограмм в килограмм, то есть точно 10 килограмм весят, как и штатные колеса от Ямахи, штампованные. Задние колеса, которые я ставил, собственно, вперед на Аку, по ширине они больше, они 10 дюймов шириной, они тяжелее на 1 килограмм, но это несущественно. Данные колеса, которые стоят 14-е, они тяжелее, получается, на 5 килограмм от штатных. Каждое колесо весит по 15 килограмм. Ей тяжелее ехать из-за этого, естественно, там коробка у меня стоит на К13, 12-я коробка стоит с главной парой 4.1. Ей немножко тяжеловато, конечно, раскручивать их, но, соответственно, надо будет ставить коробку либо 4.54, либо, скорее всего, 5.1, чтобы это все дело легко вращалось и имело какой-никакой ход. Блокировку я купил, но еще не устанавливал, так как устанавливать ее на эту коробку мало смысла имеет, потому что она, ну, и так не тянет. А если бы у меня был спонсор, как у других блогеров, у меня здесь стояли не штампы, а Воссены, и вместо коробки простой у меня бы стояла главная пара 5.1. И еще я бы хотел вам рассказать немного об инструменте, который мне помог в этом нелегком деле. Это у нас электрический гайковерт, электрогайковерт фирмы Риоби, модель R18IW3, с крутящим моментом 400 ньютонометров. Откручивает, закручивает, все на раз-два. Не было еще ни одной гайки, которой бы он не смог открутить здесь и, соответственно, закрутить. С ним будьте аккуратны. Если пошло не по резьбе, ему будет пофиг, вы даже не заметите. Он свернет ее на раз-два. Поэтому сначала накручиваем, а потом им докручиваем до конца. Также к нему был приобретен набор ударных головок, чтобы не сворачивать свои из набора. Очень-очень дешевые головки и, в принципе, качественные, потому что претензий у меня к ним нет. Ни одна еще не развалилась при всех своих ударных способностях фирмы Калибр. Ссылочку на гайковерт и на ударные головки я оставлю в описании. Покупал я во все инструменты Ру. Также позже, уже не касаясь сборки, конечно, но докупил себе вот такую электрическую трещотку, которая, собственно, она не сильно мощная, но позволяет сократить огромное время работы на кручение. Вот на это она просто достаточно быстро крутится и, соответственно, меняет свое направление вперед-назад. Мощность у нее невеликая, но докрутить можно потом и обычной трещоткой. Главное, это время, которое вы потратите. Также прошу обратить внимание, что с Китая она идет, покупал ее на Алиэкспрессе, с Китая она идет с посадочным вот этим вот 3 восьмых. Я прикупил там же во всех инструментах, просто не знаю, где еще покупать. Такие два переходника с 3 восьмых на одну четвертую и с 3 восьмых на одну вторую. Вот, чтобы можно было пользоваться головками из набора, которые у меня просто есть сам по себе. Ну, на этом все. Спасибо большое. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok